Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 10 главе книги пророка Захарии. Здесь, собственно, продолжается тот гимн новому действию Бога в истории Израиля, который был начат в предыдущей, в 9 главе. И снова Господь здесь говорит о том, что время благословения, время, когда Бог изливает дождь на народ свой, вот оно наступает, потому что Бог посещает народ свой. Дождь здесь важный очень образ, потому что, собственно, это ведь пустыня. Иудейская пустыня, земля, которая может приносить какой-то плод, какое-то пропитание, только в условиях, когда Бог дает дожди. Сложная система орошения, которую можно наблюдать в этой местности в наше время, дело далекого будущего во время 2 Захарии. Конечно, рассчитывать можно только на тот дождь, который исходит от Бога. Ну, хорошо, Господь блеснет молнией и даст вам дождь, каждому злак на поле. Дальше пророк говорит о том, что террасимы говорят пустое, вещуны видят ложное. Речь идет о народе Божьем, которым, конечно, снова, как и раньше, начинает возрастать, распространяться интерес ко всем этим прорицаниям, гаданиям на кофейной гуще, приворот с гарантией. Вот все эти низкопробные, по совести сказать, магические практики, которые призваны обеспечить урожай, благоденствие, счастье в личной жизни, всеобщее процветание и победы над окружающими. Да, вот все вот эти вот камлания шаманские, которые даже иногда под видом храмового благочестия практикуют жители Иерусалима, тогда, ну и, в общем, в нашей сегодняшней жизни мы без большого труда обнаружим то же самое. Вот все это заблуждение, направленное в помутнение разума, когда мы шатаемся из стороны в сторону только потому, что не в состоянии опереться о правду Божью. Милость, истинное правосудие, как говорилось в предыдущих главах. И вот Господь уподобляет людей толпе овец без пастуха. Они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря, нет того, за кем можно было бы, обернувшись, вот, начать двигаться к Богу. И на пастырей, на тех, кто мог бы быть таковыми, но не является ими, воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь своего стада свое. Снова речь идет о дне посещения, о дне, когда занятые собой и своими делами люди, не было бы быть пастырями Израиля, вот, окажутся лицом к лицу со всей неприглядной правдой об их жизни. Но кроме этого, еще заметьте, что здесь Господь также противопоставляет овец и козлов. Овцы, собственно, это паства Божья, которую надлежало вести путем милости истины. Козлы, как и пастыри, это те, кто предводительствуют этим статам, потому что очень часто и в древности, и в современности в качестве предводителя стада овец брали козла. Козел гораздо более понятливое животное и в состоянии вести стадо вслед за пустухом, ну, а овцы уж за этим козлом идут. Вот здесь противопоставляются овцы паства и козел или козлы, которые с этими самыми пастырями уклоняются от пути правды. Весьма возможно, что при чего в последнем суде, где Господь Иисус говорит, вот, встаньте справа овцы, встаньте слева козлы, да, это, ну, по крайней мере, на уровне образа, не на уровне смысла, но на уровне образа. Это цитата вот из этого гимна Захария. Господь говорит о том, что для дома Иудина будет положен краеугольный камень. Тоже, кстати, образ, который достаточно интенсивно вспоминается в Новом Завете. И речь идет о том, что вот из этого краеугольного камня посещения Божьего, ибо посетит Господь своего стада, свое, это будет краеугольный камень, из него произойдут все народоправители, и они будут побеждать, потому что будут опираться на этот единственный краеугольный камень Божьего посещения. Вот, собственно, основная мысль этой части гимна. И тогда я умилосердился, и тогда они будут такими, как если бы я и не оставлял их. То есть Бог восстановит народ свой перед собой, и я, Господь Бог, их услышу, их укреплю дом Израиля, и уйдет, спасу дом Иосифов. Снова и снова спасение и восстановление и укрепление заключаются в том, что Бог услышит, в том, что Бог выставит для Израиля пастыря того, кого он сам захочет, потомка Давида. И тогда Господь говорит, я ведь их искупил, значит, я дам им знак и соберу их. Но вместе с тем появляется еще один новый и довольно важный аспект в том, что говорит здесь пророк Захария. Господь свидетельствует, расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне. И это довольно важно, потому что, ну, конечно же, израильтяне, особенно те из них, кто, ну, хоть какие-то навыки мыслительные имеет, сохранил в плену, потому что земля Иудина была заселена каким-то сбродом из окрестных пустынь. Те в Израиле, кто сохранили способность думать, задавать вопросы и одеяться, они, конечно, мечтали, что Бог соберет со всех стран, со всех народов, со всех земель соберет сыновей Иудинах в Иерусалим. Не просто соберет, но еще и оттуда придут царей земные поклониться Богу в Иерусалиме. А здесь Господь предлагает абсолютно другую картину. Расселю их между народами, расселю повсюду. Для чего? Для того, чтобы там, в отдаленных странах, они вспоминали обо мне. Оказывается, вот что значит быть свидетелем о Боге. Не то, что Бог соберет нас, мы сядем в маленький кружочек, и на нас будут сыпаться богатства соседей. Нет, как изюм в булке. В каждом народе вкраплено небольшое количество людей, которые вспоминают и славят имя Божье. Вот идея диаспоры здесь выглядит не как жалкие изгнанники, покинувшие Родину не по своей воле и не имеющие возможности в ней вернуться, а как свидетели в отдаленных землях, свидетели в отдаленных странах. И Бог укрепляет этих свидетелей, потому что таков его замысел принести свой свет, свою истину и свою милость всем остальным народам, не только Дому Иуды.